Славянские спортсмены добились новых успехов в спорте, и даже ограниченные возможности здоровья не стали препятствием для желающих попробовать свои силы в соревнованиях. О том, как прошла спартакиада Кубани среди людей, чья воля к победе сильнее жизненных трудностей, расскажут наши корреспонденты. Когда человек слышит диагноз «инвалид», невольно опускаются руки. Этот момент и является главным испытанием – устоять или смириться, опустить руки или продолжать жить полноценно. Вот выбор, который может решить дальнейшую жизнь. Невозможное возможно и тому доказательство сборная Славянского района среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, которые стали победителями спартакиады «Инвалидов Кубани-2016». И это не случайно, как отмечает глава Славянского района Роман Синеговский на официальном сайте муниципального образования «Славянский район». Спорт – это одно из средств реабилитации, как физической, так и психологической. Мы в районе продолжаем поддерживать жителей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе организации современной материально-технической базы для занятий адаптивной физической культурой и спортом, в том числе и для жителей, передвигающихся на колясках. Жизнь вопреки. О том, что это значит, не понаслышке знают более тысячи славянцев. Это люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Для них каждый день – усилие над собой. Но только они могут доказать, как человеку с ограниченными возможностями здоровья открыть для себя неограниченные возможности в жизни. Кто сильнее – болезнь или жизнь? В этой схватке болезнь проиграла и помогла Николаю Мазуренко получить три золотые медали на спартакеаде инвалидов Кубани – в плавании, лёгкой атлетике и настольном теннисе. Это первый раз, когда я ездил на серьёзные соревнования. Заработал три первых места. Финально мы первое место получили. Детское и взрослое суммарно получили. Мне понравилось. Впервые по плаванию первое место получил. Хорошо так было. Я веду какие-то образ жизни, занимаюсь спортом, для себя, чтобы в старости нормально все вести. Славянцы с ограниченными возможностями здоровья – люди активные. Поэтому среди них много спортсменов. Наталья Павлюкова также принесла нашему району золотую медаль по плаванию среди женщин. Ни у кого из нас нет никаких ограничений, считает тренер по плаванию Николай Дубровин. Все ограничения в голове – это и страх перед неудачей, и неверие в собственные силы. Боязнь ошибиться, сломиться. Если не попробовать, ничего не получится. А при большом желании можно преодолеть все преграды. Шансы есть у всех. Очень многое зависит, конечно, от желания спортсмена, от способностей. Ну и от тренера. Как научишь его изначально, так он и будет плыть. Если будет изначально правильная и хорошая техника, он будет плыть. Стремление побеждать помогает людям с ограниченными возможностями здоровья в спорте. Ведь однажды им уже удалось победить свою болезнь. Они – настоящие оптимисты, умеющие встречать улыбкой каждый новый день. Благодаря удивительной силе воли и жизнелюбию им не страшны никакие болезни. Они – яркий пример того, как, невзирая на сложившиеся обстоятельства, можно добиться успехов в жизни. Надежда Калинина, Александр Косицын. Программа «События».